Рыбалка должна приносить удовольствие. Но если вы нарушили правила рыбной ловли, придется давать пояснение представителям рыбнадзора. Лучше, конечно, этого вообще не допускать. Какие в Сланцевском районе нарушения рыбной ловли самые распространенные? Сети в основном. Проблема вся в сетях. Все пытаются ловить сетьми. А кто может ловить? Ловить у нас на законных основаниях сетьми могут только индивидуальные предприниматели, юридические лица. Никак не физические лица. Физические лица у нас ловят только по правилам рыболовства, для спортивного и любительского рыболовства. То есть сети запрещены. Рыболовные сети – эффективное орудие лова. Если на удочку ловят по одной рыбешке, то сети обещают большой лов. Да и штраф тоже. Вспомним старика из сказки Пушкина, который, закинув невод в море, вытащил всего одну золотую рыбку. И чем это закончилось? Штрафы. Кодекс административных правонарушений подусматривает за нарушение правил рыболовства штраф от 2 до 5 тысяч. Помимо ущерба, который могут причинить водным биоресурсам конкретно граждане. То есть ущерб считается там по головам конкретно, в зависимости от сколько там выловлено незаконно. А так от 2 до 5 тысяч на усмотрение, которое рассматривает дело на усмотрение старшего госинспектора. Больше всего сотрудников надзорного ведомства интересуют настоящие преступники, браконьеры. Именно они наносят вред популяции рыбы своими сетями. Какая ситуация с рыбой в Сланцевском районе? В Сланцевском районе стабильная. Нет такого какого-то глобального уничтожения здесь. Нормально. Рыба есть. На других водоемах, в других районах более плачевная ситуация по рыбе. Плют и плюсы, и Нарское водохранилище, и Нарова. То есть такие реки более-менее богатые. Ну опять же, проблемы есть, но решаем по мере возможности. Время, проведенное на рыбалке, можно назвать отпуском, несмотря на физические нагрузки. Душа человека отдыхает. Хорошего вам улова!